Промыть телефонные линии и тестирование стану здоровья. Завтра на Гомельщине пройдет сусветный день бороться с инсультом. Об актуальности проведения профилактических мероприемств можно мерковать по такой лечбе, что год в свете инсульт переносит до 15 миллионов человек. Наши корреспонденты наведали медицинский центр, в котором хворым допомагают вернуться до нормального життя. Вядом, вырос у всех хворобы от нервов, мая до инсульта самая непосредная дышанение. Правда, стрессы – не одна причина, якая приводит до захворывания. На первых месяцах – курение и высокий артериальный тиск. Потом – малорухомылад життя и неправильное хорчевание. Причем, в последний час инсульт начал сустракаться на вот молоде. Дмитрий Шамра перенес его у 20-х годовом взросле. Лежал вечером, стало немножко плохо, померил давление на фоне гипертонии. Повышенное было давление и начал отнимать ногу и постепенно руку. Привезли, полежал сутки в реанимации, две недели в неврологии и перевели сюда 21 день в реабилитации. Ну, потом повторная реабилитация. Отделение реабилитации постинсультных больных у Гомеля открыли на базе областного шпиталю инвалидов войны в 2004 году. Починали непросто. Не хапало ни обсталевания, ни специалисту отповедной квалификации. Все ли то у шпиталя зарабили еще один крок по повышению якости оказываемых послуг. Тут пошлося будавництво сучасной операцийной. У Беларуси аналог есть только в Минску. В эксплуатацию она будет увидена в наступном годе. Зараз завершаются будавницшие работы. Правда, и тут есть одно «але». Для того, как вырытывать человека, необходимо привезти его в больницу на протяжении 4,5 годин после инсульта. В связи с этим медики работают докладно ведать признаки захворывания и свочасово выхлекать худкую допомогу. 70% инсульта начинается с трех признаков. С нарушения речи, слабости в конечностях и асимметрии лица. Поэтому есть три хорошие пробы, которые позволяют эти нарушения выявить. Мы просим человека поднять вперед руки. Если одна рука опускается, мы вызываем скорую помощь. Просим его улыбнуться и смотрим, как расположены его складки. И третья проба – это попросить назвать свое имя. Если у человека каша во рту, то необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадиокомпания «Угомель».